Кстати, из США в последнее время приходит все больше и больше хороших новостей, что не может не радовать. Да. Разумеется, вот еще одна. Орский Алай стал чемпионом Кыргызстана по футболу. С чем мы, собственно, и поздравляем. Поздравляем. А может и действительно не зря некоторые политики говорят, что столицу нужно перевести в город Ош. Как раз об этом специальный репортаж нашего корреспондента из США. Бегзат. Смотрим. Здравствуйте, дорогие телезрители. Перед вами специальный корреспондент из города Ош Бахрамов Бегзат. Как все знаете, многие политики считают, что город Ош должен стать не просто южной столицей, а официальной столицей нашей страны. И это не потому, что у нас хорошие дороги, освещенные тротуары, красивые улицы, красавчик Бегзат. Фак есть фак. Давайте лучше спросим у горожан, что они думают по этому поводу. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Азат. Мне говорят, что Ош они самый сильный народ. Это так и есть. Мне сказали, что каждый парень может отжаться 20 раз. Ну, без проблем. Все? Все, спасибо. Есть еще одно утверждение, что Ош они самый интеллектуальный народ. Давайте это проверим. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Футман. Пожалуйста, скажите, когда был открыт закон ОМА? ОМА? А, детьми чак-то обратно ка-то кафе. Нет, мы сейчас камеру отключим, хорошо? Эй, ука, не имею в виду конь, беремень сею из алтунж беринчи джиллы до конь, ой, 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 ой. Когда? Беремень сею из алтунж беринчи джиллы. Вот видите, и это тоже правда. Всем известно, что Ош они самые общительные. Давайте это проверим. Вот, скажите, пожалуйста. Нет. Можно вам задать вопрос? Нет. Как вы видите, у нас и в правду самый общительный народ. Это был специальный корреспондент для студии 7 Бахрам Бигзад. Приезжайте, Ваш. Добрый вечер. И у нас гость в первом выпуске второго сезона студии 7. Человек, который отвечает за туризм в нашей республике. Так сказать, национальный гид. Потому что, если вы хотите посетить нашу страну, то только надо с ним. Потому что он знает все прекрасные места. И это будет вам не совсем дорого. Марсат Чакиев. Директор департамента туризма. Заместитель министра культуры, информации и туризма. Правильно? Добрый вечер. Здравствуйте. Марсат, ну и первая новость, которая была на этой неделе. Это новость об эффективности введения безвизового режима. Вы сказали, что уже есть ощутимые результаты. Можно будет маленькую, коротенькую информацию. Конечно. Вы можете сами в интернете погуглить элементарно. Мы уже попали в список Forbes. Список Forbes, где именно повесили рейтинг 10 гоноложных курортов, куда можно попасть без визы. Это большой результат. Forbes не будет рассматривать каких-либо стран, либо каких-либо направлений. А это очень уважаемо, компетентно. Конечно. Эту организацию, эту редакцию читает весь мир, вся планета. И там, что интересно, наша горнолыжка там стоит номер один. Это говорит о том, что это результат, конечно, этой работы. А если по цифрам говорить, что только после открытия за прошлый год, 12-й год, 60 тысяч туристов именно из дальнего зарубежья, именно из этих стран. То есть моментально результат дает свои уже показатели. То есть туризм уже повысил наш бюджет достаточно кругленькую сумму? Конечно, но это еще мало. Нам это мало. То есть нас это не устраивает. Но нам надо еще больше. Мы хотим миллионы. Ну, голодные до победы. Ну, естественно. Если сравнивать, например, как нас обычно любят сравнивать, например, с той же Турцией, там, например, отрапортовали о 30-миллионном туристе. И результаты это как раз тоже безвизовый режим. Отлично. А вот информация. Недавно прошел конкурс, насколько мне известно. И у нас теперь известно, как мы теперь будем туристически позиционировать нашу страну. И как это будет теперь называться? Ну, предыдущие, как бы, маленькие истории говорят, куда потребность эта вышла. До этого, например, Кыргызстан представляли в разном ракурсе. Ну, кому как нравится, например. Если один туроператор работает больше в горной местности, он называл, например, страна горных, горных, там, гор, высотых. Второй Швейцарик. Второй Швейцарик. Кто-то захотел, например, цветком Айгуль ассоциировал. То есть как попало. Не было единое государство, скажем так, идеи представленности. А хотя денег потрачено было немало? Ну, конечно, за 20 лет страну продвигали как только могли. А в итоге, я извиняюсь, что вас переливаю, в итоге бесплатно, митингами мы прославили нашу страну. Нас, да, больше знают, как страна революции, революции, как страна Санта-Клаусов и так далее. Но мы хотим найти свое лицо. И, конечно, мы объявили конкурс, объявили конкурс, был свободный. Что интересно, участвовали не только граждане Кыргызстана, но и Российской Федерации и Республик Казахстан. Было более 50 заявок, и из них комиссия, членом которым были представители турбизнеса, общественности, они выбрали три наиболее таких ярких позиционирования, выставили также повтор на общественное голосование и выбрали один. Это отныне, теперь Министерство культуры, информации, туризма, Департамент туризма будет продвигать Кыргызскую Республику под названием «Уникальный Кыргызстан». То есть наш уникальность во всем. Посмотрите, наши горы, природы, наши области. Каждая область по своему уникальному природу и туристическому направлению. Чего только они, наши революции. Даже в этом плане, посмотрите. Уникальная сторона, в демократическом плане мы показываем результаты. Смотрите, мы меняем свои конституционные настроения. То есть, мы сейчас народное правление, почему бы нет? Мне кажется, надо использовать этот негативный свет. Да, его можно... Надо сделать. Хотите у нас провести революции, это вам будет 1 миллион долларов. Приезжайте, у нас безвиздный режим. Конечно, это можно продвигать, но в целом не хотелось бы, чтобы страна наша ассоциировалась с этими революциями. Ну вот норвежцы приехали, спели там. Я не буду назвать, что это за песни, группа Иглес, Хандай. Ну вы все прекрасны. Ну зато, наверное, много туристов приехало, да, с Норвегии? Вот сейчас с Норвегии пошел поток. Нам уже начал выходить норвежские туроператоры и предлагают подставлять уже туристов. И тем более, мы планируем в начале года проучаствовать на выставке Норвегии. Ну и маленький блиц-опрос, короткие вопросы, как можно короткие и быстрые ответы приготовить. Итак, Максат, южная столица Кыргызстана? Говорят уж. Вы с этим не согласны, что ли? Я в каком-то бере не согласен. Окей. Лучший пансионат на Иссекуле? Все. Отлично. Областной центр Иссекульской области? Караков. Известные исторические объекты в Норвегии? Ташабат. Самый. Из Кошаургон. Менее известный, но не менее прекрасный озеро на юге республики. На юге республики? Оно из красивых горных озеров. Сорачалип. Отлично. Самые вкусные самсы? Ну, ты здесь точно вошел. И почем самсы на Советской Киеве? Наверное, 35. Отлично. Все, спасибо большое. Дорогие телезрители, с нами был Максат Чакиев, начальник, директор департамента туризма, заместитель министра культуры, информации, туризма. Давайте мы все вместе будем посещать наш родной Кыргызстан. Мы сами не знаем, какие у нас самые красивые места. Спасибо вам большое. Уникальные места. Уникальные места. Давайте продвигать именно уже сегодняшний момент. Спасибо большое, Максат. Спасибо. Кстати, дорогие друзья, у нас есть интересный видеоматериал, подготовленный нашим гостем из Амстердама, который провел это лето на Иссыкуле. На самом деле, моя родина Горландия и Кыргызстан очень, очень похожи. Только разница в одном. Они не палятся. Let's go. Дальше, дальше. Я убедился, что Кыргызстан это уникальная страна. Только здесь, на Иссыкуле, местные жители могут сделать из трехместного люкса шестиместный полу-люкс. Дальше, пойдемте. Очень много интересного здесь, в этой стране. Здесь очень, очень, очень кристально чистый песок. Очень. О, о, б***ь. О, о, б***ь. О, б***ь. О, б***ь. Нет, нет. Привет, ребята. Мой отдых на эскалейке подошел к концу. Мои деньги закончились. И я вынужден идти в свою родину, Амстердам. Эй, оплачить тебя будет. А ну, стоять. Я вынужден бежать в свою родину. Бежать в свою родину. Эй, нету мани. Мани, нету. Что эта ночь для тебя? Она должна быть полной веселья и удовольствия. Натуральные компоненты, любимый вкус и чарующая свежесть живого преобразят твою ночь и подарят тебе всю полноту ощущений. Живое. Окунись в поток веселья. Поэтому, дорогие друзья, наша страна – это настоящий уникальный рай для туриста. Главное – взять с собой побольше денег. Латым, у меня есть в конце отличный ночь для тебя. У нас наконец-то появился спонсор. Классно. Я очень этому рад. Наконец-то у нас есть спонсор. Теперь у нас есть, что дарить нашим гостям. А то как-то неудобно было. Каждый раз обманываем, вытягиваем у них деньги и отправляем спускными камнями. Спасибо, спасибо, что пришли. До свидания. А теперь смотри. О-о-о-о-о. Короче, все нормально. Это аттракцион виды на щедрости. Да-да-да. Отлично. Отлично. Я очень рад. Это была с вами Студия 7 на телеканале НТС. Увидимся через неделю, будешь сам. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова